Всем привет, это Прослушка. Сегодня с вами слушаем EP Масло Черного Тмина. Нежданно-негаданно, вообще я лично не ожидал. Меня порадовал просто сингл и клип этот красивый, но... Всё было неспроста. Нас подготовили к EP. По-моему, это первый такой релиз его, сольный чисто. Не альбом, конечно, EP, но всё же очень круто. Тут одна совместка, непонятно с кем, Марьяна Клочко. Я надеюсь, это девушка с очень красивым голосом. Почему-то, ну вот, мне в музыке Масло и вообще такое предположение, что вот с ним только что-то красивое должно быть. С его вокалом и его музыкой должен добавлять такой красивый женский вокал. Не знаю. Пять треков, не будем тянуть, поехали. Масло вернулся. Масло вернулся. Не-е-е. Масло вернулся. Масло вернулся. Масло вернулся. Супер. Я осознаю всё, что надо было. Я принимаю ещё одну. Я принимаю ещё одну. Я вообще очень рад слышать масло именно таким, каким я его полюбил. Как она есть, брат? Такой, типа, фристайльчик, можно сказать. Круто! Масло вернулся. Он был в каком-то трипе, я не знаю, но... Вспоминает то, что до этого не ходил, а я думаю, меня понимают. Как я рад все-таки слышать этот звучок. Это его стиль. «Ты готовишь тебе трубку?» – спросила она. Когда я открыл глаза, лампа была отзывена. Цвет лампы превращал ее, схоже, в темный дарь. Ты все еще не ходишь? Нет. Лампа освещала ее лицо, когда она заряжала обидную трубку, склонившись от ней, как на ребенка. Отравленного слоновой хвостю. Все ясно, как день. Ничего ворвать. Вы не удерживаете. Извините, разрежите, братья. Я засмеялся. Вообще половину не улавливаю, не понимаю. Надо посмотреть тексты, может, есть с маслом только так. Но музло – просто вышка. Это кайф. Просто наслаждение для ушей. Или малай. Что это такое? Ладно, текст еще потом посмотрю. Подснежники. Круто. Я знаю, что у меня будет на репите. Я знаю, что у меня будет на репите. Просто балдеж. Это стопудово просто у меня будет на репите. Вся пластинка на репи. Вся пластинка на репите. Продолжение следует. Продолжение следует. че? что это? и стрелы на ветру окружают ва то фак реально ва то фак это надо еще понять что за посыл о чем он вообще не для всех конечно тексты но музло я буду вообще 500 раз это говорить супер, очень рад так, лето и марьяна сейчас узнаем, услышим я не чувствую гень я не чувствую гень по мне так это все одна дрянь еще одна дрянь я не чувствую гень так слова прижимают гортань охрененно я думал сейчас выйдет дальше нет ладно не было я трахнушу боллую выкатим все еще фаху боллую прихать на 68-й день лето да продолжайся уже продолжайся уже под конец наверное я называю портиши вон партиши кто как но сейчас бит должен дроп просто а еще он не нет нет в итоге не было ничего ну печально печально конечно были предположения что чисто под конец но все было утро кстати а где эта Марьяна она что делала напевала может там плот наши бабки рисуются вон даны травка волосы черные я не забуду тебя никто правда аллах зиме 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 Зимние, все одниные, андане, что-то казахское, наверное, да? Или это не имена? Звучит музыка. Окей, конец ускорили. И так было все норм, конечно. Так видит художник, так видит артист. Так, ну что я могу сказать? Я очень рад, очень рад этой пластинке. Если честно, ожидания были то, что мы снова окажемся в таком каком-то электронном мире. Я не знаю, как это назвать. Ну вот как неведомый мир был. И то, что выходило до этого, там сейчас... И учитывая EP с Husky и то, что было между этим EP и вот этим... Там было больше электронничество здесь же, больше джаза такого, трип-хопа и так далее, как вот Portish Hat. И я очень рад, очень рад, что на пластинке именно такое музло. И жаль то, что очень мало. Это прошлый, ну то есть его альбом первый. В каком году он был? В 18-м, по-моему. Он вот конкретно был заслушан до дыр. Или 19-й. Ну я не помню уже, если честно. Но когда я подводил итоги в Apple Music, типа, какую музыку я слушал больше всего, У меня альбом его, по-моему 19-й, был на первом месте. Причем с большим отрывом от других пластинок. Вот. Эта музыка прям по мне. Просто втыкаешь уши, идешь, ну ты все, просто отвлекаешься от всего вокруг. Идешь и балдеешь, слушаешь это музло. Очень-очень круто. Очень рад, что он здесь использовал свой старый стиль, так скажем. Я не хочу сказать то, что там вот какие-то треки, они были, ну так себе. На Кенши тоже были не похожи на то, что я сейчас услышал. Но у него было, ну прям, что-то прям очень арт-хаусное. Непонятное, где-то просто диалог и так далее. Где-то прям, ну, барщил с электронной музыкой. Вот. А здесь прям вот то. То, что нужно. Ничего лишнего. Вот. Вот. И я не хочу сказать то, что там все плохие. Нет, были хорошие. Какие-то я слушал, но какие-то у меня в плейлисте. Вот. Ну и все, по-моему, что я хотел сказать. Короче, я очень рад, что он здесь в своем стиле в этом. Очень круто было услышать, как играется, опять же, с флоу, с битами, с музыкой. Тексты. Ничего пока не могу сказать по текстам. И есть более-менее понятные. И, понятно, строки есть охуенная строчка. Пизда, рулю, я тебя люблю. Это прям супер. Я, возможно, когда-нибудь, я сегодня шел вот и думал, типа, блин, сделать что ли, типа, ну, видео, подборку исполнителей, которые охуенно залетают на бит. Ну, то есть, первая строчка куплета. Изначально было про фит, но, собственно, можно и покопаться, поискать там, я не знаю, именно из того, что я помню и то, что слышал. Вот, пизда, рулю, я тебя люблю. Это очень охуенно. Что еще? Да все, по-моему. Короче, супер. И ты охуенный. Если я что-то не вкурил, напишите в комментариях. Вообще, как вам? Я думаю, вам тоже зашло. Все в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.